Здравствуйте. Сначала я хочу поприветствовать участников нашего круглого стола, моих дорогих коллег, также всех, кто смотрит этот круглый стол из разных источников. В частности, хочу отдельно поприветствовать подписчиков канала Европлант. Я надеюсь, что наша техническая служба тоже обеспечит сейчас трансляцию на наш собственный ресурс. И скажу сразу, нет у меня никакого опыта о создании логов. Я здесь присутствую действительно в качестве популярного блогера. Занимаюсь, это моя исключительно общественная деятельность, практически она не пересекается с моей профессиональной деятельностью. И я, в общем-то, как блогер действительно занимаюсь в том числе изучением общественного мнения. Это все крайне любопытно, то, что происходит в Польше, то, что происходит в России на эту тему. И вот как вот у меня тут начну с чего. Как заявлено у меня в анонсе, я расскажу о том, как польским муниципалитетам удалось изменить представление горожан о прекрасном. Я, к сожалению, должна обязательно коснуться политики, потому что, когда мы говорим муниципалитет, мы должны иметь в виду, что, в общем-то, больше по формальным признакам это демократическая страна. У нас вот эти институты выборные существуют, работают, и все происходит совершенно цивилизованно. Это и есть, собственно говоря, основа всего происходящего в стране. Если наши городские власти хотят быть избранными в следующий раз, они должны удовлетворить своих жителей, своих избирателей. И это единственный способ остаться на посту, на своем. И, конечно, что такое удовлетворить избирателей? Это сделать их жизнь комфортной. Тут уже нет никакой политики, нет ничего там, противостояния стран или чего-то такого. Это просто сделать удобной, комфортной, качественной жизни горожан. Во что это все упирается? В распределении бюджета. Если у города есть деньги, он может за этот счет удовлетворить горожан. Деньги получаются, прежде всего, это налоги, дотации, федеральный бюджет может. Я буду говорить больше всего о Варшаве, поэтому федеральный бюджет может частично поступать в Варшаву. И, конечно, есть такая очень интересная история, это дотация от Евросоюза. И, во-первых, с одной стороны, отказавшись от кошения, мы можем сэкономить деньги, то есть бюджет муниципальный может сэкономить деньги, которые пустят на какие-то другие удовольствия для горожан. А во-вторых, участвуя в экологических программах Евросоюза, можно получить дополнительные деньги. То есть, если мы, например, решим сделать где-то газон такой классический, то это придется делать за счет бюджета нашего Варшавского муниципалитета. А если это будет экопарк или осеянный лук, то есть это экологические тренды европейские, то часть денег, может быть, придет из Европы. И они будут сэкономлены городским бюджетом и пущены на какие-то другие благие дела, в которых тоже нуждается город. Сейчас я, это будет первым опытом, попытаюсь показать фотографию. Посмотрим, как у меня это получится. Я сейчас показываю демонстрацию экрана. Это довольно смешная конструкция. Когда я повесила эту фотографию в Фейсбуке, естественно, люди стали писать о том, что это, в общем-то, глупость. Это все не нужно. Смотрите, что здесь изображено. Это абсолютно хипстерская, не побоюсь этого слова, история. Это навес для велосипедов, который выполнен в виде домика для насекомых, а сверху у него зеленая крыша. И люди, естественно, пишут о том, да боже мой, какие насекомые, никто не будет жить в этих навесах, никто это никогда не заселит. Какая зеленая крыша, как может повлиять вот этот вот участок площади, там 5 метров, может быть, квадратных, как это может повлиять на экологию? Так вот, эта история не про вот этот домик велосипедов, не про вот эту крышу, домик для насекомых, да, это вот как раз так создается общественный дискурс. Так муниципалитеты, в частности, в Варшавске, привлекают внимание горожан к проблеме экологической. Естественно, этот дискурс существует сверху. Им нужно экономить деньги и нужно как бы привлечь жителей на свою вот эту вот светлую сторону. На сегодняшний момент, естественно, надо сказать, что жители, они сами по себе и без муниципалитета это понимают, потому что вот этот экологический дискурс в Европе, ну, звучит, в общем-то, из каждого утюга. И нормальное просвещенное городское население, городские жители, они и так, в общем, были менее в курсе. Ну, и город со своей стороны не складывает руки, а старается как можно больше заниматься вот этим вот экологическим просвещением. Я вот, Людмила и Виталий были на семинаре, который я организовывала. Вернее, у нас была принимающая сторона, которая проводила этот семинар. Я была просто организатором. Это компания Ломко Квет на поисках, которая занимается устройством лугов на всей территории Польши под заказ города или там ТСЖ, или частных заказчиков. И вот первый вопрос, который моя группа задала ребятам вот этой принимающей стороне. А какой, насколько длительный период декоративности будет у этих лугов, да? Это было просто первое. На что Карл, он ответил вопросом, а смотря, что считают декоративностью, понимаете? Вот у нас в Польше это все модно, а то, что модно, то красиво. Такое отступление. Знаете, когда-то сандалии носили с носками, потом это стали на подиуме уже, да, люди ходили в таком виде, и уже мы понимаем, что, наверное, это красиво. Вот сейчас нет этой дискуссии. Сеяный луг – это экологично, а если это экологично, это польза для планеты, да, в широком смысле. Значит, это красиво. То есть вот этот сеяный луг – это новая клумба. Когда-то она выглядела по-другому. Там были гладиолусы, георгины, потом у нас там появилась, не знаю, вербена банарская. А сегодня вот просто вот такой вот пик моды – это синий луг. И да, он часть своего, к сожалению, периода выглядит, в общем-то, немножко как солома, да. Но это красиво, потому что это модно. А модно – это потому что экологично, и от этого все, соответственно, получают какую-то пользу. Сейчас я покажу еще одну. Есть причины, естественно, такого интереса не только финансово. Сейчас я покажу еще одну фотографию. Сначала я ее постараюсь найти. Вот. Это самое… Так, секундочку, извините. Господи, что ж такое? Вот я боялась. Видите ли вы вот эту фотографию? Видно? Вот эта фотография самая эффектная, пожалуй, демонстрация того, что такое синий луг в городе. Мы перед началом конференции на саундчеке обсудили, что в Екатеринбурге там хорошо за 30. И как выглядит это все в городе. Луг, ну, собственно говоря, начнем с того, что газон, вот такой стриженный газон, либо будет требовать огромное количество воды, либо он будет выглядеть вот так, просто сухая, желтая, вот такая вот солома, стерня и так далее. То есть вы понимаете, что вот эта вот зеленая полоса, цветущая, она не поливалась специально. Это все существует в одних и тех же совершенно условиях. То есть есть вот это вот красивое зеленое, зеленый луг и есть вот это вот выжженное поле. То есть смотря, что мы хотим. То есть здесь вот уже понятие красиво, мне кажется, оно совершенно очевидно. А дальше я хотела бы сказать вот о чем. У нас хотелось бы разделить этот дискурс на несколько. Создание лугов отдельно и не кошение. Это очень разные вещи. То есть я сейчас очень большой сторонник отказа от кошения, например, обочин и разделительных полос. Здесь эта тема в Варшаве, она совершенно уже не вызывает вопросов ни у кого. Зачем тратить деньги на кошение? То есть это совершенно не нужно. Можно просто не косить и получить красивые цветущие вот эти вот обочины или разделительные полосы и сэкономить деньги. Нет никаких причин для кошения. Больше того, я читала очень интересную статью, жалко, не могу сейчас выслать линк, почему мы вообще косили, когда-то начали косить эти обочины. Потому что я считала, что в обочинах прячутся какие-то крупные животные, могут выскочить на автомобильную дорогу и привезти к авариям. Так вот, были проведены исследования. Этот вопрос, в общем-то, беспокоил свое время. Сейчас уже он просто закрыт. Не увеличивается количество аварий. То есть если животные где-то там в канаве прячутся, там неважно, есть ли в этой канаве еще и трава, понимаете? То есть те, кто выскочит, но они, к сожалению, выскочат. Но кошение обочин не увеличивает количество аварий. То есть у нас вообще нет ни одной причины косить обочины. Ну, по крайней мере, в Польше. В России она есть. Потому что кошение обочин – это просто деньги. То есть люди косят обочины, получают за это зарплату. Их начальство получает какой-то доход. И, соответственно, вы понимаете, тут дальше уже идти не хочется в этом направлении дискуссию туда вести. То есть у кошения обочин нет никакой экологической или какой-то там еще причины. Чтобы закончить с общественным мнением, я хочу сказать один очень важный такой момент. И, конечно, вот мы ушли какое-то время в направлении изменения общественного сознания. И сами жители города, и городские власти нам помогали. Тоже это все вызывало вопросов. Я была на первом выступлении Карла Падема, который нас принимал на семинаре по лугам. И там вставали люди на его выступлении и говорили, что мы сносим эти лугамы, создаем их и сносим. Они оказываются недостаточно декоративны. Прошло семь лет, технология немножечко с тех пор как бы улучшилась. Уже что-то более декоративное, более долговечное получается создавать. Но, тем не менее, главное, что люди готовы воспринимать это действительно как красиво, как экологично и так далее. И самое интересное в этом вот что. У нас есть такая штука, называется партиципальный бюджет. Часть городского бюджета распределяется непосредственно жителями. Город поделен, то есть микрорайоны. Город поделен на несколько десятков таких округов. То есть это не районы города, а именно микрорайоны. И они могут реально участвовать в распределении бюджета для своих собственных нужд. Что это обычно бывает? Пешеходный переход бывает нужен, бывает нужен, например, автобусная остановка какая-то дополнительная, какие-то инфраструктурные вещи. Бывают вот сквер, там люди хотят и так далее. Последняя цифра, которая меня совершенно шокировала. 40% партиципального бюджета люди добровольно распределяют на создание луков. Понимаете? То есть они просто хотят, чтобы какой-то участок, это правда шок, какой-то участок вот территории, у них в микрорайоне перестали косить, а еще лучше, чтобы вот засеяли. И, конечно, я, поскольку являюсь русским популярным блогером, я смотрю, как это происходит в России. Есть два совершенно, вот не в сегодняшний момент, две большие волны. Вот прямо 50 на 50. Есть люди, которые хотят луга, есть люди, которые луга не хотят. Им это кажется все неаккуратненько. В Польше, конечно, пропорция уже совершенно другая. Я подписана на множество пабликов и стоит в каком-то, ну, вот городских, варшавских, да, и стоит где-то появиться фотографии луга, как туда же под эту фотографию приходят, ну, просто 100 человек, которые пишут это так здорово, мы тоже хотим, и мы тоже заказали, и тоже ждем, или планируем, и так далее. То есть на эти 100 комментариев может быть один или два каких-то негатив, так, ну, я не слышу сейчас Лену, возможно, что-то у нас с интернет-соединением не так, но, в принципе, я думаю, что мы все услышали, да? Идеи немножко, я сейчас еще, я уже практически заканчиваю, я просто хотела бы еще показать несколько фотографий. Первое, значит, почему люди не хотят вот эти вот сейные луга у нас в России, и я сейчас покажу пару характерных фотографий, как прекрасно смотрятся эти красивые сейные луга на фоне офисных зданий из черного стекла, бетонной и так далее. Дело в том, что, конечно, вот такой вот сейный луг, такой природный, люди очень часто видят у себя пустыри во дворе, да, и им кажется, что вот эти заросли Мелилотуса там или там что-то еще, вот это вот, ну, как бы что-то неаккуратно, потому что у них рядом с этим пустырем помойка, колдобины, плохая дорога и бетшалы, например, фасады. И я покажу просто пару фотографий. Действительно, у меня нет фотографий бетшалых фасадов, к сожалению, но, может, к счастью, у меня есть фотографии, как здорово смотрятся сейные луга рядом с офисными зданиями. То есть, когда вокруг все это окружение будет выглядеть настолько рафинированно, то, конечно, люди будут с большим удовольствием смотреть на луга. Но это коротенько. А потом я две минуты позволю себе про обочину еще отдельно поговорить. Секундочку. Ну вот, например, такая вот история у нас есть. Вот здесь вот у нас черное здание, о чем я говорила. И красивый такой луг, который выглядел бы совершенно не настолько красивый, будь вокруг лужи, грязь и ветхие дома. Значит, еще вот такой вот у меня тут. Сейчас, секундочку. Вот такой вот есть у меня. Посмотрите, какой простейший такой, я бы сказала, рудеральный видовой состав сейчас подгрузится. Ну и там три фотографии еще одна я покажу на эту тему. Что-то у меня вообще была плохая связь сегодня. Ну вот так вот. Видите? То есть еще раз хочу сказать, если бы здания выглядели по-другому, вся эта история выглядела бы по-другому. И вот еще у меня тут где-то был один такой показательный. Ну, бог с ним. В общем, ну вот покажу последний. Ну, в целом моя мысль понятна. И я еще хочу сказать, что, конечно, что меня удивило. Вот видите, тоже очень красиво. Очень красиво. Что меня удивило из последнего? Я тут вешала фотографии, ну, такого назовем это немножко дизайнерский, да, луг. Хотя, конечно, не настолько, это точно не Данет, да. Вешала фотографии вот такого вот луга. И всем, конечно, очень понравилось. Все это было перед офисным зданием тоже сделано. Сейчас, вот. Вот такой вот недавно он у меня был в ленте. Там лаватера, цикорий, морковка. Все это замечательно. И люди писали, да, это совершенно здорово. И там что-то, там 150 лайков, там 30 перепостов, да. Но после этого я просто сфотографировала некушенную обочину, которую специально никто не засеивал. Там просто перестали косить. И вот эта публикация, она произвела реально фурор. Вот тут уже 80 перепостов. Понимаете, это, я имею в виду, русская среда. Это русская общественность, русскоговорящая. То есть люди вот этим дизайнерским луганем немножко воспринимают как, ну, здорово, это все Европа. Там это у них там все красиво, модно и так далее. И они понимают, в общем-то, они уже ничего не ждут, мне кажется. Что не будет этого у них. И это просто вот, ну, как бы интересно. У этой публикации 80 перепостов. Это всего-навсего обычная, некошенная обочина. И, конечно, ничего особенного не нужно делать, чтобы вот обочины выглядели таким образом. Просто надо прекратить косить. То есть сейчас у нас будут эксперты, которые расскажут о создании лугов. Но в данной ситуации никто ничего не создавал. Мы просто косить прекратили. У нас есть, конечно, обочины, которые засеиваются. Как раз вот вчера я сфотографировала одну симпатичную очень историю. Это сеянный луг из однолетних трав. Просто однолетние травы. А цветы, кстати говоря, от лаков здесь нет. Вот. Я не знаю, что будет через год, но вот такая вот обочина. И я не знаю, как это тоже по деньгам. Мне кажется, это тоже довольно выгодно, потому что вот один раз посадили. И косить, естественно, это все не нужно. В общем, наверное, пожалуй, и все. Я бы в дальнейшем еще присоединилась бы с какими-то комментариями. В общем, процесс у нас пошел. Пошел очень правильно, хорошо. И пришли мы к тому, что, ну, живем мы в красивом городе. Утопаем практически в цветах. Чего уж. В общем, очень мне все нравится. Это правда. Спасибо большое, Лена.